Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире. Сегодня ночью в Риге было около 8 градусов и многие вспомнили о начале отопительного сезона и мы тоже об этом сегодня поговорим и хотя обещают впереди несколько дней теплых, такое бабье лето но после этого такие прогнозы говорят о том, что погода уйдет по крайней мере ночью в минусы и конечно очень много домов будут думать, жильцы этих домов будут думать о поколечении отопления, о готовности Риге к новому отопительному сезону мы сейчас поговорим с представителем компании Силтумсервис Рига напомню, что эта компания отвечает за отопление в тех домах, которые обслуживаются Рига Снамо Павловникс это крупнейшее в Риге даже вообще во всей Балтии во всем Европейском Союзе муниципальное домоправление представляем представителей Силтумсервис Рига Александр Попов, добрый день Сергей Битлз, добрый день Игорь Ерохин Добрый день Да, ну вот может быть в связи с тем, что сегодня информационное агентство Лето со ссылкой на представителей РНП Рига Снамо Павловник сообщил, что уже первый дом я так понимаю, жильцы собрали подписи 51% и попросили подключить им отопление до официального начала отопительного сезона это было сделано мы можем сейчас как раз об этом поговорить о готовности к новому отопительному сезону Александр, пожалуйста, может быть да, добрый день сегодня был подключен первый дом домоправления он находится в центральном районе города Риги это в принципе достаточно правильное решение потому что ночь уже, как мы говорили достаточно холодная и дом не должен остывать должен получать тепло в то время, когда наружная температура меньше минус 12 днем отключаться плюс 12, видимо плюс 12 плюс 12 да технически да, вот технически сервис Рига уже докладывал в прессе о том, что мы полностью готовы к началу отопительного сезона если люди считают необходимым и у них есть такая возможность они должны обращаться в управляющую компанию с просьбой сделать подключение мы готовы в Риге Снамо Павловник если дома обслуживаются в Риге Снамо Павловник люди собираются обращаются или старшие по дому или собрание жильцов ну, 51% 51%, да если вот дом собрал необходимые подписи обратился в Риге Снамо Павловник о подключении дальше что как это происходит дальше мы получаем команду рекуэмс от нашего заказчика и немедленно приступаем к выполнению поставленной задачи а что это значит у вас все готово вот чуть-чуть объясните у нас все готово и вы, уважаемые жильцы должны тоже понимать отнестись с пониманием что какое-то время у вас уже даже сейчас могут быть бурбулирования в здании это значит что мы включаем на проверку насоса производим от воздушивания и просим тогда об этих случаях когда вы такие вещи замечаете сообщать на наш диспетчерский телефон 8 миллионов 610 так все просто да это необходимо делать потому что мы уже заранее начали проводить от воздушивания и как говорится полностью подготовку ведем так может быть для людей которые не дружат если так можно сказать с техническими вопросами сколько вообще времени занимает вот когда вы получаете вот это распоряжение от Ригас-Намо Павловник о том что жильцы все необходимые процедуры выполнили они готовы к подключению отопления до солнца если с домом не существует никаких проблем таких как слитие а дом технически проверен и подготовлен то часа за 3 за 4 дом может быть подключен к теплу вот вы сказали слив чуть-чуть объясните это что-то какое-то действие отдельных жильцов что это такое хотел сказать что на этой неделе она вот у нас сейчас заканчивается было обнаружено в участке на одном из участков на одном из участков так правильнее сказать слитие четырех больших многоквартирных домов ну кто-то незаконно сумел поменять радиаторы ради чего потому что с 1 сентября мы уже дома не отключаем для замены радиаторов только потому что уже подготовитесь к отопительности это значительно меньше чем было в предыдущие годы в принципе люди стали более сознательны и сами себе не вредят конечно а радиаторы вы не меняете потому что уже к этому моменту происходит подготовка к отопительному сезону то есть было официально объявлено о том что мы производим работы по слитию и дать возможность заменять радиаторы только до 1 сентября да конечно если будет аварийный случай мы выйдем и поможем и сделаем все что необходимо но это только в случае аварийного вот в том сообщении пресса на которое высылались было написано что в принципе подготовка к новому отопительному сезону происходит сразу после окончания предыдущего отопительного сезона а что это значит чуть-чуть поясните это значит тут довольно сложный технологический процесс все зависит индивидуально от каждого теплового узла это может быть как ну если у нас новый узел это стандартная опрессовка и поверка манометров опрессовали сдали представителю компании поставляющей тепло подкрасили почистили и на этом узел считается сданным так как у нас узлы составляют в среднем возрасте от 20-15 лет то обычно это связано с заменой шаровых вентилей первый второй замена какой-то автоматики теплообменников много таких домов где требуется эта замена потому что ну поизносились ну хочу вам сказать что думаю что за этот период ну домов 300 наверное по всему селтум сервису то есть это большая работа большая работа это и теплообменники говорю вентиля ну назову так что примерно в одном вот с милграйвисе там ну вентилей 40 наверное поменяли вот такие вещи да еще одного участника нашей передачи подключу к нашей беседе Сергей Битов вот если подключили к отоплению во время скажем так уже начала официального отопительного сезона люди звонят и говорят вы знаете там не знаю в одной из комнат там ну не греет трубы холодные что дальше вот происходит что вы советуете что делает селтум сервис Рига добрый день заявка передается обслуживающему экипажу который отвечает за этот дом соответственно судя по заявке понятно что в системе находится воздух его нужно выпустить экипаж приезжает обследует квартиру удостоверяется на самом деле такая ситуация проверяет есть ли вода в радиаторе отопительная впускается обратно в подвал обычно выключается насос и через сетевую систему через специальный счетчик заполняется дозаполняется дом и выпускается воздух в принципе это стандартная процедура да да ну там еще есть регулировка температуры потому что возможно происходит сбой при установке там включение электричества или там какие-то другие неполадки они сразу могут быть во время летнего ремонта они не всегда выявляются сразу и тогда приподнимается температура проверяется работает ли агрегаты которые отвечают за регулировку возможно даже такое что агрегат ну неисправен не всегда можно проверить ну соответственно делается другая заявка узел если совсем там все сложно переводится в ручной режим с автоматики так делается ну доводят до сведения управления меняет заказывается или если обычно есть на складе к этому времени всегда такие запасы меняется агрегат обычно электрические приводы и все все в порядке да потом еще то есть вы готовы к разным ситуациям я так понимаю что практически ну все дома которые находятся на обслуженной регулировке подготовлены к началу отопительного сезона да в некоторых продолжаются большие планы ремонта как мы говорили где идет замена теплообменников агрегатов но эти все работы должны быть закончены к началу где-то установлены временные теплообменники помните правильно что узлам больше 20 лет практически и они эксплуатируются соответственно происходят ну вот то что сказал Сергей например про сбой электричества в любой автоматике как мы их называем на электронном блоке существует такая простейшая деталь как батарейка которая ну за 20 лет уже явно ну не сохраняет те параметры которые должно быть поэтому вот мощности уже нет каждый раз приходится перенастраивать вручную какие-то вещи и главное что многие эти агрегаты которые установлены они сейчас не выпускаются заводами производителем вот когда вы говорите что в принципе дома готовы к началу отопительного сезона всегда сразу возникает вопрос что такое начало отопительного сезона для вас как для профессионалов этой сферы это не знаю указание рига с нового пара в огне или это зависит только от температуры и тогда автоматика реагирует что такое начало отопительного сезона начало отопительного сезона на данный момент я думаю что эта практика будет подправлена в перспективе это указание от нашей от нашего заказчика который получает такую же команду от Рижской Думы но это связано наверное с температурой это конечно должно быть связано с температурой но очень конечно желательно что в перспективе дома работали так как запрограммирована автоматика когда холодно она включается когда тепло выключается вот как раз об автоматике это такое ключевое слово потому что я знаю что и силу там сервис Рига ну как бы старается идти в ногу вообще с современными технологиями и в вашем пресс-релизе который буквально на днях по-моему был распространен вы еще раз напомнили о тех системах удаленного контроля считывания данных и даже есть возможность на многих узлах управлять вот этой системой может быть я тогда Игорь Ерухин еще один у нас представитель СИУТом сервис Рига который отвечает за эти системы что это такое с 18 года установлено во всех теплоузлах абсолютно во всех теплоузлах установлена система учета и контроля что позволяет следить за теплоузлами за их работой работоспособностью выявлять недостатки что это такое как это происходит это что на компьютере это на компьютере непосредственно компьютер соединен с прибором к прибору подсоединены все основные узлы теплового узла да и мы видим на мониторе видят мониторят операторы абсолютно всю работу этого теплоузла мы пошли уже немножко дальше забегу пошли дальше этого да если был контроль и учет то в данный момент уже большое количество теплоузлов больше 50% оборудовано уже управлением да управление это не только учет смотреть что происходит с теплоузлом а управлять удаленно то есть без человеческого фактора я думаю коллеги подтвердят что во время ковида то есть вот сейчас прошла у нас серьезно да с людьми были проблемы нельзя было выходить система очень себя хорошо зарекомендовала людям не надо лишний раз приезжать лишний раз приезжать все это делается мониторится все делается удаленно видно работа этого теплоузла видно как что что происходит если что-то пошло не так вот если теплоузел не знаю не дает необходимое тепло перестал работать вышел из строя что происходит есть возможность регулировки этого теплоузла удаленно выставление температур выставление графиков выставление ну делается все то что человек пришел допустим инженер теплоузел то же самое делается все на удаленке да абсолютно все 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 возможности да все я бы хотел хотел бы добавить следующее ну вот когда мы сейчас Абик, вы нас спрашивали по поводу того, что значит подготовка теплового узла. Ну, в общем, если у нас тепловый узел подготовлен, насос поставлен к циркуляции, то включить отопление мы можем тоже удаленно. То есть не заходя в тепловый узел. Точно так же мы можем его и выключить, а только потом, приехав, и закрыть вентиля при необходимости. Также у нас, я хотел добавить, что установлено, ну не буду говорить, количество, ну скажем, очень значительное количество датчиков давления, которые показывают нам, что если на доме, допустим, назовем условно, 9-этажном, должно быть давление 3,8, а у нас давление упало до 2, мы понимаем, что какая-то квартира должна быть завоздушена. Соответственно, мы сразу отсылаем туда обслуживающий персонал. То есть датчики давления нам показывают точно так же и слитие. Вот про те 4 дома, про которые я сказал, как раз там их не было. Поэтому мы никого и не поймали. А в принципе, это очень хорошая вещь, которая помогает, скажем, убыстрению работы. А вообще, может быть, мы раз упомянули попытка замены радиаторов, если это происходит, не знаю, летом, до 1 сентября, то это можно делать самостоятельно, не обращаясь в сервис Рига, или все-таки надо сертифицировать специалисты? Как это происходит? Значит, я вам рассказываю, какая на сегодняшний день существует процедура. Значит, любой человек заказывает проектную документацию у тех, кто имеет право ее, ну, как бы, начертить. После этого... Те, кто имеет сертификат. Кто имеет сертификат. Ну, этот проект согласовывается с ответственным инженером Дома управления. В каждом участке свой. Инженер по теплу. После этого, когда инженер ставит подпись, что его все устраивают в этих радиаторах, это проектная документация. Человек обращается к нам, просит на наш телефон 8 миллионов 610 и делает заявку. Мне необходимо слитие для того, чтобы произвести работу. Ему задают вопрос. У вас есть проектная документация? Первый вопрос. Второе. Рекомендуем, чтобы вам выполняли работу сертифицированные специалисты, которые находятся в БУВ-коммерсанте, которые имеют право это делать. Потому что радиатор не является частной собственностью клиента. Это общедомовая система. Многие не понимают, да? Это общедомовая система. И нарушив общедомовую систему, может пострадать не только эта квартира, а весь дом. Ну, и после этого, когда приезжает наш обслуживающий персонал, сливает дом. Сливает дом. После того, как работа закончена, а очень рекомендуем и просим всех о том, что это необходимо сделать в течение трех дней, иначе система теплоснабжения из-за попадания воздуха начинает резко корродировать и выходит из строя. И после того, когда работа выполнена, персонал приезжает второй раз, проверяет качество, все ли выполнено по проекту, производит заполнение. Процедура очень простая. Просто соблюдайте, чтобы вам производили работы те организации, которые имеют право это делать. И желательно слушать рекомендации. Бывают при исполнении немножко неправильно сделаны. Допущены минимальные ошибки, которые вроде визуально не видны. Но те, кто опытные, теплотехники, занимаются этим постоянно, они сразу их видят, они их указывают. Желательно сразу, пока не поздно, их исправить. Потому что во время топительного сезона будут проблемой. Ну, если человек предупреждает о том, что, ребят, у вас не будет греть половина радиатора, он говорит, ну и так пойдет. Ну, когда-нибудь и так пойдет, забывается. И уже потом звонит нам, это требует, чтобы мы исправили. Обычно обслуживающий персонал отказывает заполнение и докладывает выше. И если не получается по-хорошему, тогда уже вступают в РНП. Да, вот возвращаясь к этой системе современной, которая действительно позволяет контролировать, во многих случаях, как мы констатировали, управлять теплоузлами, что это стоит клиенту? Потому что мы все привыкли, что если производят какая-то модернизация, усовершенствование, какие-то ставятся умные приборы, то потом все это отражается на счетах, и людям это нужно оплачивать. Как на самом деле происходит? На самом деле, согласно условию конкурса, мы обязаны были для того, чтобы улучшить свою же работу, ввести эту систему в течение трех месяцев, что и было сделано по считыванию основных параметров теплового узла. После этого, не останавливаясь на данном процессе, мы ее постоянно усовершенствуем. Это за свой счет? Еще раз хотел подчеркнуть, что все это делается за счет пин-саби-дрибы с лутом сервис Рига. Не за счет жильцов? Нет, не за счет жильцов, потому что мы собираемся развивать это направление и к чему-то вперед двигаться. Быстрее, скажем, чем человек двигается, он не может. Тут нужно применять уже систему. Система достаточно серьезная, и она позволяет делать достаточно много. Я попрошу немножко позже рассказать об этом создателе, и как бы кто создателе этой системы, один из представителей которых находится здесь. Потому что там и подсоединение домовых счетчиков, и подсоединение счетчиков. Во второй части, может быть, мы об этом обязательно поговорим. 6212-939, 6213-939. Будем, может быть, во второй части отвечать и на ваши звонки, и будем рассказывать об этой интересной системе. Вот буквально еще одна ремарка до перерыва. Хотел спросить. В целом, это как-то отражается на работе, не знаю, теплоузлов? Люди это чувствуют? Или это вот система для профессионалов, и все? Люди обязательно чувствуют. Те теплоузлы, которые полностью, которые укуплектованы системой. И как показывала практика, вот последняя зима, которая была, она была такая не очень серьезная, но экономика составляла порядка 10%. Это серьезная показа заявки. Это значит, люди меньше платили? Меньше платили. Есть дома, потому что я сам живу в доме Рига с нами Парвелникс, и контролировал этот дом с помощью системы. И на собрании жильцов четко получил понимание, что реально мы рядом два дома платим, ну, несущественно много. То есть, есть дома, где есть эта система? Да, есть дома, можно сравнить, да, допустим. И тот дом, ну, каждый жилец порядка 15 евро со своего счета сэкономил. Это уже существенно? Да, да. Привемся буквально на пару минут, потом будем принимать ваши звонки, не переключайтесь. Продолжаем работу прямого эфира представителей Силтум сервис Рига. У нас сегодня в студии говорим о приближающемся отопительном сезоне. Для некоторых домов в Риге он уже начался досрочно, поскольку жильцы изъявили такое желание. Обратились к Ригу снова Парвелникс, и вот система продолжает. Система работает, отопление подключено. Вот, может быть, Игорь Яохин. Я, наверное, продолжу, раскрою возможности системы. Система удаленного считывания. Система удаленного считывания, система удаленного доступа к дому, к теплоузлу. Возможности большие. Дальше я вижу в этом, и мои коллеги видят, что возможно подключать даже счетчики дымовые, общедымовые и счетчики по квартирному учету воды. Это позволяет, те дома, где установлена эта система, это позволяет это делать. То есть, вы можете обратиться, наверное, на дачу Силтон-сервис Рига и сделать заявку. Дом обсчитают, скажут, сколько это будет стоить конкретно. Потому что у нас заключены договора с компаниями, которые поставщиками счетчиков, которые занимаются этими. В общем, система позволяет сделать даже учет воды. Учет воды отличается от других компаний тем, что мы видим любые действия со счетчиком. Любые физические, внешние воздействия, магничивание, некорректное обращение с прибором. То есть, система это все увидит и даст на программу, даст на пульт оповещение о том, что со счетчиком проводят. То есть, взлом прибора невозможен. Дальше что? Дальше можно пойти еще по тому сценарию, что и возможен, как уже было разработано совсем недавно, это учет тепла. Тепло. Также поквартирно ставятся счетчики и индивидуальный учет тепла. То есть, возможности системы огромные в дальнейшем. Сейчас мы получаем первичные данные. Это работа с теплоузлами, чтобы создать комфортную работу для жильцов в домах. Если, ну это не совсем связано с отоплением, но очень часто люди жалуются на то, что им приходится платить за утечку воды. Это довольно большие суммы по году на дом получается. Есть соответствующие, как мы знаем, правила кабинета министров, которые все это регулируют. И зачастую люди говорят о том, ну что, приходится платить за себя и за того парня. То есть, где-то туда попадает. Мы не только с силой сервиса Рига работаем, не только с Рига с нам упал. У нас есть большие кооперативы, есть большие договора с большими домами, и на рынке мы больше 8 лет. Опыт огромен в этой сфере. И это позволяет все-таки не допустить такого? Это не допускает. То есть, погрешность будет составлять не как сейчас, допустим, 20%, а допустим, 1-1,5%. Хотелось бы еще одну вещь добавить, что система данная установлена по всей Риге, это она больше, чем 2900 объектов. То есть, практически любой дом, который выскажет желание, он может получить эту услугу. Услугу, да. То есть, опять же, нужно решение. Инфраструктура в доме уже создана. Жильцам нужно просто собрать, проявить желание, обратиться в компанию, проверить, создает ли система на этом доме, создает ли система на этом доме, и все. Сделать заявку. Да, вот вы сказали такую ключевую, наверное, фразу, которая, я думаю, многих заинтересует, самих жильцов, что есть реальная экономия в счетах. Это можно посмотреть, что называется, и проверить, что действительно счета уменьшаются. За счет чего это происходит? Есть ли какие-то расчеты? Я знаю, что вы там пытались по отдельным домам проводить такой вот анализ. Может быть, буквально, можно дома не называть, но, в общем... Да, буквально несколько слов хотелось бы сказать. Там, где существуют ответственные люди, и старшие по дому, и инициативные жильцы, то многие из них хотят пользоваться полностью возможностями процессора и системы. То есть, чтобы дом не перетапливался, чтобы... Чтобы на одну улицу топить. Чтобы не надо было регулировать окном, чтобы, скажем, температура горячей воды была соответствующая, чтобы пользоваться ночными режимами. Мы провели небольшие расчеты на... Ну, сначала на нескольких домах. Ну, привожу один пример. Допустим, это дом в Залитуде. Это десятиэтажка 119-й серии. Там 120 квартир. В принципе, за год, если взять не более 10% экономии, не более 10%, это на дом составляет около 3 тысяч. Второй объект, это Пурцемс. На улице Дзеллзо, дом 72 квартиры. Там экономия по подсчетам составляет около 1600-1700 евро. А если взять... Мы, опять же, все полностью не пересчитывали, потому что нужны более подробные данные. Взяли правый берег, прикинули, сколько он суммарно потребляет энергии за отопительный период, назовем так. 2,2 гигаватта, это потребляет 6 тысяч домов, которые относятся и к Дому управлению, и к остальной регии. Из них домов Дом управления только 1800. Так вот, если взять только Дома Дом управления и сделать экономические какие-то манипуляции, понизить там, улучшить, мониторить удаленно, то не менее 2,5 миллиона в год люди будут экономить только на этом. А я говорю только 10%. Я не рассказываю сказки про 15, про 25, ни про что другое. Хотя многие показатели, те же другие фирмы, говорят, что экономить можно не только 10%, а значительно больше. До 10%, все зависит от дома. От дома, да. Вот, может быть, такой вопрос, я думаю, вам часто задают жильцы. Вот если, не знаю, дома поставлены радиаторы, ну, современные, где есть вот ручка, которая может что-то регулировать, насколько они действительно реально могут регулировать тепло? Вы сказали про ночной режим. Кто его устанавливает чуть-чуть? Вот, может быть, такие подробности технические, для не специалистов? Подробности? Ну, каждый дом достаточно индивидуален. И, допустим, там, где есть, ну, очень крепкие старшие по дому, они могут своих жильцов убедить. Такие дома существуют в участке земель, да, где принято решение, понижаем, допустим, температуру отопления с 23-30, ну, назовем условно, до 2 ночи. Пока идет инерция дома, дом не остывает, и как бы, но это приводит к значительным экономическим факторам. Допустим, то же самое по горячей воде. Не гонять 55, а гонять, согласно МКНО, минимально на тот период момент. Это может быть, допустим, упускать горячую воду, ну, назовем условно, ну, до 45 или до 50 градусов. Это, опять же, в зависимости от разговора со старшими домов. Очень важно, чтобы они были вовлечены в этот процесс, потому что только вместе с ними возможно добиться, скажем, полностью максимальных параметров. Надо, чтобы мы использовали все возможности электроники, которые установлены в тепловом узле. Вот это очень хорошо. Может быть, Игорь и Сергей дополнят. Вот уже сказал Александр очень точно, важность или роль старшего по дому. А какие вообще полномочия у старшего по дому в этом вопросе? Не знаю, может ли он вас запустить, обеспечить вам доступ к теплоузлам, или вы сами это делаете? Как это вот происходит? Приезжает бригада специалистов, Сергей говорил. Как это дальше происходит? Ну, если есть старший по дому, то с ним практически все время контакт. Ключи есть у нас. Когда приезжаем, некоторые просят предупреждать, что что-то случилось, есть какая-то работа, необходимо проведать аварийную, они с ним согласовывают, потому что есть разные нюансы. Ну, какие-то пожелания высказывают, еще что-то он приходит. Всех лицов знают, у них собрание проходит. Я добавлю, потому что со старшим по дому даже удобнее работать, правильнее работать со старшим по дому. Мы видим, что происходит теплоузлом в программе, откликается старший по дому, мы настраиваем дом так корректно, что реально мы видим жизнедеятельность дома и настраиваем именно по этому дому. Не надо расходовать лишнюю энергию. Это как человек живет, тратит свои деньги, или он тратит их с умом, или тратит правильно. Старшие по дому здесь являются ключевой фигурой, очень важные люди, и с ними очень удобно, в принципе, работать именно в этом. По сути, он выражает мнение, один человек представляет интересы целого дома. И тогда просто проще понять, Интересы жильцов, старши жильцов труднее собрать, а не собираются решения старшие потом. Он может убедить людей в том, что в данный момент мы будем менять трубу, а не красить лестничную клетку. Это очень важно. Потому что труба течет. Вот такие вещи, это очень важно. Это очень важный момент. Вот интересно, мы говорили, бывает так, что какой-то дом, жильцы говорят, что, не знаю, нас не устраивает управляющая компания, мы уходим. Вот по поводу того, что кто-то уходит, это понятно. Вот кто-то приходит. Вот, допустим, вы узнаете от управляющей компании, от вашего заказчика, Ригас-Намо-Парлоникс, что какой-то дом, как раз, наоборот, пришел под управление, Ригас-Намо-Парлоникс. Что дальше происходит с вашей колокольни, если так можно сказать, вы, не знаю, тут же пытаетесь оборудовать этой современной системой, или проводите анализ состояния теплоузлов? Что происходит вообще? Все происходит, опять же, по отработанному регламенту. Мы получаем документы из Ригас-Намо-Парлоникс о том, что с такого-то числа такой-то дом приходит к нам на обслуживание. Выезжаем туда. Туда выезжает не просто, скажем, наш персонал уже выезжает, инженер обязательно, который осматривает, что там есть на месте. Если существуют старшие по дому, то обязательно происходит согласование с ним и рекомендация, какие работы необходимо с нашей точки зрения провести. Но автоматически мы ставим систему, которая у нас прописана по договору, считывание, которое было прописано и которое мы установили в первые три месяца нашей работы. Эта система устанавливается, а потом идет, ну, вот все, что мы сегодня вам объясняем, мы тоже самое рассказываем, какие плюсы и минусы он получит. И такие дома существуют. Я даже добавлю, да, то, что когда дом уходит из Ригас-Намо-Парлон, ну, сейчас такая тенденция есть, приходят, уходят, мы снимаем оборудование, есть случаи, что мы приходим, через две недели дома возвращаются, мы опять ставим это оборудование. Но в этот момент мы даже домам, которые уходят, предлагаем, ребята, ну, оставьте, вам это надо. И некоторые дома действительно, те, которые ушли, оставляют оборудование. Естественные договора, и она дальше работает. Вот интересно, по-моему, еще какое-то время тому назад, когда вы только начинали работу с домами Ригас-Намо-Парлон, вы говорили о том, что, ну, фактически, вы стремитесь к тому, чтобы на каждой теплоузел в каждом доме была, ну, если так можно, говоря простым языком, история болезней. То есть, все, что вот с этим теплоузлом происходит, какие ремонтные работы, да, 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 это действительно так. Это, во-первых, сделано, то есть, вся паспортизация. Во-вторых, она дополняется. То есть, все, что меняется, когда, в какое время, это дополняется. На каждую работу существует еще и дополнительная фотофиксация. То есть, мы, ну, не знаю, открыв нашу программу, мы видим, что когда там сделано. Программа позволяет это, ну, не как бумажные папки там рыть, а ввел необходимый адрес и получил все, что на этом доме когда-то было. Вот я знаю, что в такой самый горячий момент обслуживания дома, ну, связанный с отоплением, очень много звонков поступают ваши, вот, как говорят, современные заколковые центры, вот эти центры, где можно позвонить, и все равно ваши бригады справляют. Сколько вообще времени надо, чтобы обслужить этот вызов? Чтобы обслужить вызов, конечно, все зависит от того вызова, скажем. Если есть и обеспечен доступ, то происходит все достаточно быстро. То есть, любая авария, и как на сегодняшний день происходит, вот сколько заявок в день приходит, все они в этот день устраняются, за исключением тех, где, допустим, нету доступа реально. Люди застроили. То есть, вы не можете попасть? Не можем попасть, допустим, нет никого в квартире. Допустим, застроена кухня, человек рассуждает, надо ему кухню снимать, не надо снимать. Ну, тогда уже подключаются соседи, которые помогают просто в данном вопросе. Одевайте, пожалуйста, наушники. Вот будем принимать звонки. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Вы знаете, что касается технической стороны вопроса, я с вами полностью согласен. Но есть еще и другие факторы. Например, когда есть люди, которые следят за тем, сколько население тратит, какие, так сказать, у них расходы, и сэкономить здесь, я думаю, что нам никак не удастся. Как только эти люди, так сказать, увидят, что население тратит денег гораздо меньше, чем раньше, то тут же повысятся тарифы. В этом я нисколько не сомневаюсь. И пример этому, вы знаете, вы помните, какая агитация была насчет LED-лампочек, что мы будем экономить, как агитация была по поводу, так сказать, конкуренции, распределения вот этой электроэнергии. И что мы получили в результате увеличения только? Больше ничего. Спасибо большое. Ну, я не знаю, все-таки покомментируйте, я понимаю, что вы не можете отвечать за тарифы, это совсем не ваше направление. Но что касается вашей... Вопрос к экономистам. Я бы, конечно, хотел сказать следующее, что, ну, а если бы мы с вами не поставили, уважаемые слушатели LED-лампы, представляете, сколько бы мы сейчас с вами платили? Еще больше. Нет, я думаю, все, встать LED-лампочкой, я реально экономлю энергию, поэтому мне трудно так. То, что мы говорим о том, что можно сэкономить спокойно до 10%, это реально. Это не просто реально. И главное, что это вам ничего, как жильцам, не стоит. Это наша работа, мы ее делаем. Просто нам нужно ваше согласие, что мы можем эти работы производить. И это даст вам сразу же эффект. Связано ли это, может быть, такой вопрос от не специалистов к специалистам, связано ли это вообще повышение энергиоэффективности? Потому что, когда говорят, что надо повышать энергоэффективность, утеплять дом, это как-то влияет на вашу систему, это улучшает работу? Взаимосвязано вообще? Очень взаимосвязано. Очень взаимосвязано. Потому что мы работаем именно, есть проекты, которые именно с утеплением. В Солоспилсе дом стоит большой очень. Еще по Риге стоят дома, которые именно связаны с утеплением. Там экономика очень хорошая. Там показатели очень хорошие. Потому что совокупность управления и утепления дают вот тот пакет, будем так сказать, экономики, который для жильца выгоден. Сереж, ты хотел добавить? Да, Сергей. Просто при утеплении меняются сразу же настройки. Гривые, графики, температурные режимы, температура подачи, соответственно, уменьшается потребление. Это то же самое, что есть весенний режим, осенний и зимний режим. В зависимости от температуры. там есть максимальная и минимальная подача, условно, желаемое внутри. А также есть графики кривые, скорость реагирования. Там очень много. Я знаю, что какой на Старкандауге утепленный дом они закончили в прошлом году. В этом году, в прошлом году, да, в прошлом, точнее, закончили. И на прошлый отопительный сезон мы там были раз пять. Старший по дому просил снизить параметры. Им реально жарко. Есть. То есть, ну, и когда мы смотрели, у нас есть возможность видеть удаленно график потребления. Это все субъективно. Знаете, как нам говорят, одному жарко, то лоп-пол. Нет, нет, нет. Там видно по картинкам все графики. Там жарко. Мы там объясняем, что мы можем снизить еще, но это как бы не очень хорошо. Тогда будет разогрев, ну, будут проблемки. Нет там жарко. Тогда мы меняем график кривой и мы видим, что, ну, и когда видим потребление в каких-то, мы проверяем в начале месяца и в конце, и когда проводим статистику за прошлый год у нас есть, то мы так между собой смотрим и улыбаемся. Ну, я бы хотел обратить внимание еще на то, что энергоэффективность это все хорошо. Но, чтобы мы никто не забывали о том, что в большинстве домов у нас те же стояки горячей воды прошли все нормативные сроки службы. Им всем больше 30 лет. Их надо все менять. Конечно. По нижним разводкам и верхним разводкам да, еще осталось довольно много, но очень большая работа проделана. А что касается стояков, ну, здесь, как говорится, очень-очень много. Прежде чем менять отчетчики, надо поменять стояки. еще прям звонки. Если успеем еще по стоякам пройдемся. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Да. Знаете, я тоже очень сомневаюсь в том, что если мы там будет, ну, экономия тепла, там сидит утепление домов и еще, это просто пока в Риге мало, скажем, утепленных домов. Да, это очень мало. А если будет много и всем будет, как бы, меньше употреблять, что Рига Силтон, как бы, он будет убытки терпеть, повысит тарифы. Это то же самое, что в свое время Рига Силтон. Нет, нет. Даже Америкс на балконе подтвердил, люди стали мало потреблять воды, повысили тарифы. Так и будет с Рига Силтон. Спасибо. Спасибо большое. Ну, люди не верят, наверное. Нет, немножко поясню. Не все дома, возможно, технически утеплить, как все, ну, считают. Бывает достаточно немножко модернизировать тепловой узел, который является сердцем дома, и регулировать, и экономить через этот агрегат. За довольно, за меньшее, на много деньги по сравнению с утеплением. Ну, это пару примеров. Применить по фасадной регулированию, применить, допустим, по крайним квартирам, там, дачи, там, у больших производителей электронного оборудования, например, таких, ну, как Данфас, или как другие, да, эти все системы разработаны, на Западе они внедряются. Все это уже есть, Надо применять, как бы экспериментировать и делать дальше. Вот вы употребили такую фразу ночной режим, ну, мы представляем, что, видимо, ночью можно тепло чуточку понижать, да, не знаю, когда люди забираются на работу повышать, вот это, что это такое, чуть поясните, это очень сложно, это в каждом доме отдельно, должно ли какое-то быть решение жильцов, как это происходит? Конечно, должно быть решение жильцов, я очень просто, ну, как бы приведу пример на, например, или нашего здания, ну, нашего офисного здания. Силтум сервис Рига. Силтум сервис Рига, да. У нас инерция здания, но у нас здание достаточно старое, с толстыми стенками, составляет, при плюс пяти, допустим, если будет на улице, мы отключаем здание на шесть часов, мы практически не видим изменения температуры внутри. Я согласен, что в многоквартирных жилых домах остывание быстрее. Остывание может составлять два, может быть, три часа, это каждый дом индивидуально надо смотреть. Но вот на этот период можно снижать температуру, не перетапливая, точно так же, как в дневное время. Это будет реальная экономия, Это будет реальная экономия. А по месяцу это уже получается довольно... По месяцу, да, потому что это как 24 часа на 31 день, и вот это все угорается. Я всегда говорю, может быть, с этого и начать, что если есть долги в домах, может быть, экономику проявить, чтобы они не накапливались, чтобы не бухать эту энергию. У меня, да, поставщики, которые перетопы идут, да, на долг накапливают, а давать дом возможность передышки. Очень много звонков, ну, сколько успеем, мы еще примем. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Повесните мне, пожалуйста, наградоку технически, как электронное управление, это дистанционно или проводка нужна? Теперь какой нужен пульт в центру управления, чтобы следить за каждой квартирой и за каждым прибором? Спасибо большое. Такой вот уже профессиональный вопрос. Я без наушников. Значит, какой должен быть пульт управления, чтобы следить за каждой квартирой? Ну, это проводка, или это удаленно, не нужен никакой пульт уже с тех домах, где установлен, да я уже сказал, где система установлена, никакой пульт не нужен, ничем не нужно бегать по дому и собирать данные. Сигнал. Инфраструктура уже создана, то есть сигнал с каждого счетчика, если вы устанавливаете счетчики или прибор какого-то действия, Он идет через интернет, как сигнал. Он идет радиосигнал, который передается уже непосредственно на уходе. Не надо, это беспроводная система. Надо, наверное, человеку еще пояснить. Значит, в самом теплоузле установлен GSM-блок, который передает на основные серверы все сигналы. А то, что касается сбора информации из квартир, никакие провода, как колени, тянуть не надо. Все осуществляется другим беспроводным способом. Я вам про управляемый теплоузел поясню. Бывает, ребята теплотехники приезжают и видят, что сбились настройки, непонятно что. Он звонит, положим оператору около компьютера, он открывает, смотрит, слушайте, ребята, у вас в 3 часа ночи резко упала температура горячей воды. Они говорят, как, а потом что? Потом, что-то раз, видимо, было отключение, или там идет сбой, упало отопление, значит, было отключение 3 часа. Получился сбой программы. Они устанавливают или вручную, или мы удаленно, выставляешь, устанавливаешь параметры, нажимаешь, все это довольно быстро происходит. И он говорит, во-во, пошло, все работает. Он спрашивает, отрабатывает регулятор? Он говорит, да, все, пошел, отработал закрытие, отработал закрытие, все пошло, проверьте дом, и все, спасибо. Система работает. Да. То есть, очень удобно. Очень удобно. И самое главное, что видно, в какое время произошло, и можно понять, что. Если происходит какое-то несанкционированное вмещательство в систему, вы это обязательно увидите. Если произошел, и где установлен датчик давления, произошел, ну, как самоспуск, или там авария, вариантов много, то приходит сигнал, что дома упало, или падает давление до определенной отметки, соответственно. В прошлом году, и в этом, было несколько краж насосов, где мы обращались с заявлениями в государственную полицию. Даже насосы воруют? Насосы воруют. Вкрывают узлы. Вкрывают узлы, воруют насосы. И нам помогало то, что мы могли полиции, по крайней мере, назвать точное время, потому что в программе было отражено, во сколько пропало давление, и во сколько это произошло. Допустим, в три ночи, в час ночи. Обычно как раз это происходило тогда, когда люди спят. Люди звонят обычно через три-четыре часа, как они почувствуют, что им холодно, потому что дом остывает. И вы тут же проверяете, видно, что насос украли, да? Мы знаем примерно точное время, когда это. Когда? Мы полицию прощаем это. Потому что там уже дальше можно по камерам проследить, когда, во сколько, где вышел человек, открывая трехдневный график, который обязательно виден, сразу ты видишь, ну, что произошло. Даже видно, если кто-то понижал температуру, которую не должны были понижать. Значит, ты понимаешь, что теплотехник тоже был возле. Понятно. Это вообще, по-моему, замечательная система, она сравнимая, так что, совсем простым языком, сейчас вот эти появились электросамокаты, где их бросают на улицы, и многие, которые не знакомы с современной техникой, думают, ну, как это бросили, бесхозные. А он ничего, он не будет работать. А если кто-то его украдет, то тут же по этой системе найдут, кто украл и где этот... Так далеко мы еще не ушли. Мы так далеко не ушли, потому что на все нужны деньги, средства нужны. до этого дойдете. Потому что вкладываем мы свои средства, на все эти инновации, конечно, компания вкладывает свои средства во все. Я думаю, что у нас существует единственный выход, как у всех, и у жителей, и у нас, как у компании обслуживания, мы должны и обязаны развивать все эти современные системы. Потому что хотим мы не хотим, но вся тенденция идет к тому, что будут дорожать и энергоносители, и все остальное. Вопрос времени, когда временно сейчас снижают, не исключено, что потом поднимут опять. Да. Северный сервис Рига у нас был сегодня в студии, три представителя. Я думаю, что еще много вопросов есть у наших радиослушателей в процессе, когда начнется отопительный сезон. Если возникнет необходимость, будем вас приглашать. Большое спасибо. 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 Спасибо.